Впервые за 20 лет в вершину Тёи приехал основной состав российской сборной по лыжным гонкам. Уже в эти выходные в поселке стартует первенство Хакасии, этап Кубка России. Готовы ли Тёи к приему мастеров спорта и иностранных сборных в нашей рубрике «Спортивная среда»? Пять золотых, пять серебряных и девять бронзовых медалей выиграли на турнире по боксу памяти Николая Катанова спортсмена Хакасии. На ринге наши боксеры выходили в 11 весовых категориях. Соперниками стали больше ста боксеров Устовой Красноярского края и Кемеровской области. Самбисты из Хакасии стали призерами чемпионата Красноярского края по боевому самбо. Андрей Киземечев принес в копилку республиканской сборной серебро, а Вячеслав Майнашев и Герман Шулбаев бронзу. Тренировки дважды в день. Лыжникам надо успеть накатать снежные дорожки. Алексей Лапшин, тренер сборной Хакасии по лыжным гонкам, постоянно привозит сюда своих воспитанников. В этом сезоне состав сборной пополнился юными спортсменами из Бурятии. Сейчас им нужно набрать форму, сделать это лучше всего в вершине Тёи. На будущий год здесь лыжероллерная трасса будет, 3,750 построена, шириной 5 метров. Такой даже в Красноярском крае нет, ни в Новосибирске нет. То есть по Сибири это будет одна из лучших трасс. В нынешнем сезоне Тёйская тренировочная база преобразилась. Хакасия решила не отставать от олимпийских стандартов. Ближайшие соревнования в поселке Вершина Тёй пройдут уже на новой трассе. Ее постарались создать по всем международным стандартам. Правда высота чуть ниже, чем в Сочи, до 1100 метров. Зато постарались выдержать угол поворотов и ширину беговых дорожек. Теперь лыжники смогут гонять по снежным дорожкам разным стилем. Но это лишь одна из восьми трасс. Тренируются в Среднем горе Хакасии сборная России по ориентированию. Нынешний сезон они уже завершили, но готовы вернуться и не только для тренировок. Перспектива строительства большого лыжного стадиона, конечно, я думаю, что открывает перспективу проведения здесь соревнований самого высокого уровня. Вот по нашему виду спорта мы уже говорили о том, что в принципе в 2013 году мы можем говорить о проведении здесь чемпионата страны по лыжному ориентированию. В профилактории кедра после ремонта у спортсменов теперь достойные условия питания, а для заслуженных мастеров спорта даже подготовили номера люкс. В вершину тёй уже заехала основная сборная России в полном составе. Более 50 человек впервые за 20 лет. Любители хоккея с мячом интересуются. Слышали, что в конце ноября в Хакасию приезжают звезды советского и мирового бенди. Для участия в товарищеском матче с ветеранами и действующими хоккеистами Саян. Так ли это? В Министерстве спорта подтвердили, матч состоится 30 ноября на стадионе Саяны. Он откроет хоккейный сезон на республиканском льду. Их внимание и их автограф желают получить, наверное, большинство, если не все те, кто хотя бы немного знает о хоккее с мячом. Это Дураков, Архипкин, Канарейкин, наш земляк Юрий Иванов, ну и многие другие. Кроме того, мы ждем приезд одной из мировых звезд спортивных, пока это держится в секрете.